Первый номер наносит боковые удары, второй номер делал на ручке. Раз боковой, два боковой. Время не стоять, молодцы. Ручки где? Левая бьет, правая защищает. Работа, работа, не стоять. Хорошо, молодцы. Это самое главное в спорте, трудолюбие и послушание. У меня родители спортсмены меня затащили еще в бессознательном состоянии спорта. Я отсюда так еще и не выходил. В последний раз я боксировал, когда мне было 37 лет. Не каждый спортсмен может похвастаться этим. Практически каждый кубок, каждая награда – это часть истории, часть нервов, часть труда. Вот, например, к разшему боксеру – это чемпионат Украины, за лучшую технику получил сын. Вот еще за тактико-техническое мастерство тоже они все получили. Даже те говорят, что если это легкий труд, то глубоко ошибаются. Это очень тяжелый титанический труд. И забирает каждая тренировка, забирает часть твоей жизни. У меня родители спортсмены меня затащили еще в бессознательном состоянии спорта. Я отсюда так еще и не выходил. Во сколько лет это произошло? Я не знаю, где-то года в три, наверное, три с половиной. Три с половиной года? Вы начали заниматься боксом? Ну, и боксом, и борьбой. Просто дело в том, что родители – боксеры, а дядя – борец. Вот они меня тягали. На борьбу, то на бокс. Ну, естественно, остановился на боксе. У вас не было такого желания уйти из этого спорта? Ну, вначале было, а потом что-то так прикипел, что думаю, что, наверное, это мое. Да, да, не стоять, не стоять. Двигаться, 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 двигаться. Вот, ручки где? Сел, смотрите, куда надо. Молодцы, хорошо. Не чести, не чести. Не чистить. Молодцы. Первый мой воспитанник – это серебряный призер Олимпийский игр Сергей Доценко. Из 10, которых 10 лет он занимался боксом, 7 лет первого года. Второй известный воспитанник – это Александр Усик, который пришел в 2001 году, которого никто не брал, потому что уже поздновато было, почти 15 лет. Тоже у меня 7 лет занимался. При мне стал мастер спорта международного класса, лучшим боксером страны. Ахмедов Батаржон – мастер спорта международного класса. Пятое место на Олимпийских играх, выиграет Джанейро. Вот это три олимпийца. Плюс мастер спорта международного класса – сын мой. Мастер спорта – другой сын. Лапин Даниэль – мастер спорта России и Украины. Мастер спорта России и мастер спорта Украины. где еди на партнер, мастер спорта в Ханаду. Их представляет очень много. Вот это фотография дома. Я сижу, вот Саша очень сидит. Старший сын, вот наш друг семьи, который помогал нам в спорте. То есть можно сказать, что Саша появлялся у вас дома и был практически как сын. Ну, конечно, видите, вот такая фотография. Трепетная. Вот еще фотография, где начало становления Александра. Вот это 2001 год. Птица фабрика Южная, дворец культуры. Где, видите, я там маленько построил подушки, повесил бешки. Я всегда что-то строю. Вот это тогда 2018 года. Вот это я, вот это маленький мальчик, который сейчас 2 метра. Саша Усик, а Сергей, старший сын. Это мастер спорта, заслуженный мастер спорта и мастер спорта международного класса. Вот с 2001 года кто остался и достиг результата. Ручки где? Плечики расслаблены, спина работает. Вот спиночка работает. Хорошо. Не бегать по кругу. Обрезать здесь, 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 здесь. Обрезать угол. А своими какими успехами спортивными гордитесь? Ну, в спорте так сильно не прослась. То, что меня преследовали практически одни невезения, то травмы ноги, то травмы руки. Одну руку тут пять раз ломал. Невезения мало. Поэтому далеко не пошел за этих травм. Вот сейчас стараюсь все это воплотить в своих воспитанников. Можно сказать, что вы полностью реализовались как тренер, да? Более успешно, чем спортсмен. Да, но я думаю, что если бы травм было меньше, то я думаю, что и как спортсмен. Потому что в последний раз я боксировал, когда мне было 37 лет. Не каждый спортсмен может похвастаться этим. Провел семь боев. Я работал в Польше и боксировал в лиге, в польской лиге. Семь боев провел. Ну, из этих семи боев я три выиграл, один ничья, а три проиграл. Мне нравится заниматься боксом, потому что это мужество. Я смогу постоять за свою семью, за себя. Эту футболку мне дал тренер, потому что я выиграл первенство Крыма среди юниоров, но не в своей возрастной категории и не в своей весовой категории. Вот, и я боксировал на 4 килограмма больше и на 2 года старше. Какие перспективы сегодня у ребят, которые занимаются в вашей школе? Перспективы хорошие. Единственное, что финансирование очень слабо. Я считаю, что Федерации бокса Крыма надо немножко задуматься. Если мы такими темпами будем боксировать, мы скоро растеряем всех ребят. Сейчас, я только вчера приводил пример. Соревнования по юношам 100 человек, соревнования по юниорам 50 человек, соревнования по взрослым 15 человек. Вопрос, куда деваются эти 100 человек? Не доходят, вот и все. Поэтому здесь нужно подумать, серьезно подумать. Иначе через год-два мы потеряем всю сборную команду Крыма взрослую. Всю. Никого не останется. А если говорить о той школе, о которой вы мечтали, чтобы ребята и жили, и тренировались в ней, у вас реализовалась эта мечта? До этой мечты еще осталось немножко. Но дело в том, что если государство не заинтересуется, не будет помогать. Пока государство только одни палки в колесах. Одни палки. Вот хочу сделать площадку игровую. И не только для наших спортсменов. Но чтобы еще все дети близлежащих районов приходили сюда и играли. С 10 до 8. Каждый день. И есть огромное желание. В этом зале поработал Алексей Степанович Антонев. Корифей крымского бокса. Не только крымского, а и украинского бокса. И вот я хочу школу назвать имени. Его имени. Что интересно, у него очень много воспитанников, которые сейчас сидят и в Верховном Совете, и в Совете Министров. И возглавляют республику. Хочется, чтобы они помогли своему тренеру. Хотя бы, чтобы он там наверху об этом помнил и чувствовал как. И назвать школу. Взять, купить, сделать мемориальную доску. Назвать школу его именем. Это человек достоин. Достоин. Сколько он воспитал классных мастеров спорта. Так что, о чем-то это говорит. Сын, знаю, что один так точно продолжил ваше спортивное дело. Сегодня вы довольны его результатами? Да, они оба продолжим мое дело. Первый закончил физвоз и работал тренером. Второй вот в этом году заканчивает и тоже будет работать тренером. Я думаю, что у них пойдет дело. Они сегодня еще принимают участие в соревнованиях? Боксируют? Да, да, да. В спаррингах? Старше, я думаю, сейчас будут переходить профессионалы. А младше будут боксировать. Ему еще 22 года. Он сейчас в новую категорию. 81 килограмм перебрался. Рост 2 метра. Так что ему как раз позволяет. И рост, и вес. Вот, я думаю, что вот в этом году уже Крым услышит в нем. Сегодня вот эти вот молодые парни, они как-то отличаются от тех, которых вы воспитывали раньше? С каждым годом молодец все ленивее и ленивее. Потому что во все виноваты это компьютерные игры. Они, вот, посмотришь каждые 3 секунды на чем-то. Кто на телефоне, кто еще где-то, чтобы поиграть. Поэтому я вот не сторонник этих вещей. Я сторонник нормального спорта, нормальных прогулок, нормального спорта. И меньше вот эти все компьютеры. Потому что забивают голову и дают ребенку мыслить. Ребенок должен мыслить. Если он перестает мыслить, а только вот он повержен этим кнопкам, он становится роботом. Какие у вас еще задачи спортивные? Что вы хотите реализовать? Чего достичь? Ну, реализовать вначале, завершить переделку зала. Уже полностью, чтобы действительно работать в нормальных условиях. Потому что, приходя в зал и видеть разруху, в работу невозможно. В зал надо приходить как домой. Вот ты пришел и живешь залом. Потому что это твой дом. И детей я приучил. Пришли ребята и сорей, и не мусорь. Это ваш зал, это ваш дом. Вот поэтому они приходят и тренируются. А как вы видите талантливых ребят, которые будут в дальнейшем успешные спортсмены? Думаю, что это просто какой-то нюх сообразный. Вот когда еще был доценкой, я говорил, что это будущий чемпион. Не верили, смеялись. Когда говорил, Саша Войцкий, будущий чемпион, смеялись. Ахмедов смеялись. Другие ребята смеялись. А в итоге все получается так, как оно есть. Я считаю, это самое главное в спорте, трудолюбие и послушание. Если вот он трудится, слушает то, что ему говорят, обязательно результат будет. И главное не задирать нос. Потому что есть ребята, которые задирают нос, еще не достигшие ничего. Но уже я звезда, я звезда. Потом эта звездочка гаснет и больше мы ее не видим нигде. Сегодня вы часто встречаетесь со своими успешными и знаменитыми уже боксерами? Дело в том, что Саша сейчас на Украине. Он здесь не появляется. Был только летом последний раз и все. Сергей делами занят, а Ахмедов Батаржон каждый день в зале. Он сейчас в профессионалах и готовится к боям. Он приходит в этом зале, занимается. Вы до сих пор его тренируете? Да, да, да. Вот он выиграл пояс ВБО интерконтинентальный. Приходил, вот ребята все здесь с ним фотографировались. Рады были, несказанно. Рады были, несказанно. Я считаю, что тренер это личный пример. Когда тренер пришел с большим позом, но это не тренер уже, это мешок. Поэтому тренер в первую очередь должен следить за собой, показать своим личным примером, что он спортсмен. Как вы себя поддерживаете, помимо того, что вы постоянно тренируетесь? Ну, я, во-первых, я же целый день в зале, поэтому я вместе с ребятами тренируюсь, лапы держу. Плюс раз в неделю хожу в баню, это обязательно. Уже на протяжении 55 лет я в бане, с двух лет. Привык так, что без бани не могу. Это как наркотик уже все, баня, баня, все. И ребят приучал. Сергей Юрьевич, что самое главное в жизни? Я считаю, что работа, вот для меня не существует, я вот 30 лет не был в отпуске. Я в отпуске не хожу. Вот, это работа, работа, еще раз работа. А отдыхать когда? А отдыхать будем на пенсии или там. А отдыхать будем на пенсии или там.